Дорогие друзья, доброго времени суток. Сегодня у нас особый повод для встречи, потому что на этот раз я хочу вам рассказать не просто об очередной древности, а о древности, которую я использую в качестве основного телефона вот уже почти два года. Итак, речь в сегодняшнем обзоре пойдет о смартфоне Nokia E90 Comunicator. Девайс на самом деле не особо древний, если сравнивать с гаджетами из моих предыдущих обзоров. Это ровесник таких культовых смартфонов, как Nokia N95 и Apple iPhone первого поколения. E90 был выпущен в 2007 году и на то время был одним из самых функциональных устройств на рынке. Вначале буквально пару слов хочу сказать о позиционировании аппарата. С одной стороны, перед нами продолжение знаменитой серии Nokia Comunicator. И, естественно, многие поклонники этой серии желали приобрести новое устройство в первые же дни продаж, когда за E90 просили астрономическую сумму в 1198 долларов. Доходило даже до фанатизма, например, в мае 2007 года за месяц до старта официальных продаж с молотка был продан экземпляр E90 стоимостью в 5000 долларов. И это был обычный заводской экземпляр без каких-либо стразиков или золотой эмблемы Nokia. То есть вот до чего доводит людей фанатизм. Однако время идет, ничего не стоит на месте и сегодня даже бедный студент может позволить себе приобрести эту машинку за 1500 рублей с неработающим микрофоном. Затем купить отдельный микрофон за 200 рублей и, не прибегая к помощи даже паяльника, собрать все это воедино и получить рабочий аппарат. Так вот, вернемся к позиционированию. С одной стороны, как я уже сказал, это продолжение линейки Nokia Comunicator. А с другой стороны, у всех предыдущих коммуникаторов от Nokia название состояло из четырех цифр и начиналось с девятки, за что старые коммуникаторы еще называли девятитысячниками. В нашем случае произошло, как видите, небольшое изменение. И название E90 говорит нам о принадлежности устройства еще к одной не менее знаменитой линейке E-серия. То есть линейке смартфонов от Nokia, выпускавшихся специально для бизнеса. Таким образом, маркетологи Nokia прозрачно намекают бизнесменам при деньгах, что данное устройство будет для них идеальным выбором и, скажем так, подчеркнет статус своего владельца. А подчеркнуть на самом деле было чем. Аппарат по внешнему виду производит впечатление довольно солидного устройства, как снаружи, так и во внутренней части. Дизайн E90 достаточно строгий, спокойный, без каких-либо дизайнерских поисков, экспериментов. Все на своих местах и нету ничего лишнего. Материалы корпуса в этом устройстве применяются также самые, можно так сказать, благородные. В основном это магниево-алюминиевый сплав. Материал очень прочный и легкий. А также некоторые элементы сделаны из хромированной стали. Вот эта вот часть сзади, это единственная внешняя часть корпуса, сделанная из пластика. Это решение, конечно же, обосновано, потому что здесь находятся антенны, и для качественного приема сигнала какая-то часть все же должна быть свободна от металла. А также между платой устройства и вот этой пластиковой частью есть немного пустого места, что обеспечивает резонацию звука, то есть динамики элементарно орут громче. Из чего сделана вот эта вот китайская крышка, я боюсь даже предположить, она облезла вот до такого удручающего состояния всего лишь за пару месяцев буквально. И, кстати, если у вас есть какие-нибудь идеи, как украсить эту крышку, чтобы скрыть весь этот ужас, пожалуйста, напишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать ваши идеи. А идею, которая мне понравится больше всего, я постараюсь притворить в жизни. Ну, ладно, вернемся к обзору, давайте посмотрим, где какие элементы на корпусе расположены. Итак, лицевая панель. На ней под металлической сеткой находится разговорный динамик, достаточно громкий и четкий, разобрать, услышать собеседника можно даже и в шумном помещении. Вот, также справа находится кнопка включения, которая одновременно является клавишей выбора профиля. К сожалению, не очень хороший экранчик, видно. Далее, чуть ниже расположен экран, самая обычная TFT-матрица, диагональ 2,2 дюйма, разрешение 320 на 240 точек. Экранчик отображает 16 миллионов цветов. Углы обзора, в принципе, тоже на уровне, с яркостью и контрастностью проблем нет, и на улице дисплей остается вполне читаемым. Претензий к нему, то есть, никаких у меня нет. Сам дисплей находится под надежной защитой какого-то мягкого пластика, который легко продавливается даже пальцами, и назвать его надежным даже и не получается. Конечно, он замечательно собирает царапины, то есть, материал, из которого изготовлено защитное стекло, мне на самом деле не очень нравится. Кстати, подсветка дисплея регулируется в настройках, а также ее можно регулировать с помощью датчика освещенности, который находится вот в этой части аппарата. То есть, если мы его закроем пальцем, то через некоторое время смартфон подстроит яркость дисплея автоматически и включит подсветку клавиатуры. К сожалению, этого не происходит, потому что я сейчас снимаю в условиях недостаточной освещенности, но в яркий диа нет, все правильно работает. Как видите, сейчас подсветка клавиатуры выключена, я закрыл пальцем, и через некоторое время она опять включается, и экран становится менее ярким. Да, все работает прекрасно после небольшой паузы. Далее под экраном находится блок управляющих клавиш. Это две софт-клавиши, прием и отбой, меню, клавиша редактирования, ну, то есть, мы что-то набираем, можно с помощью нее что-нибудь стереть. Дальше навигационная клавиша четырехпозиционная, металлическая и центральная кнопка выбора. Ниже находится самая обычная алфавитно-цифровая клавиатура. Ну, без лишних комментариев можно назвать клавиатуру удобной, никаких претензий к ней нет. Справа находится кнопка отдельная для запуска диктофона. Если на эту кнопку нажать чуть-чуть дольше, открывается функция голосового управления. Давайте продемонстрируем. Камера. Как-то так работает, на самом деле не очень круто, но я бы сказал, что функции голосового управления продвинулись не особо далеко с 2007 года. Также справа, ниже этой клавиши, находится окошко инфракрасного порта и кнопка двухпозиционная клавиша камеры. Она сделана из какого-то мягкого пластика, скорее это даже резина, и ход у нее достаточно нечеткий, так она болтается в своем пазе, поэтому к данной клавише пришлось довольно долго привыкать, чтобы фокусировка и съемка работали нормально. Далее. Сзади у нас находятся четыре резиновых ножки, которые за годы использования стерлись до основания. 3,2 мегапиксельная камера с автофокусом и светодиодной вспышкой. Также под этими двумя решеточками находятся отдельные два динамика. Никакой это не маркетинг, это действительно два отдельных динамика. К сожалению, они очень недалеко разнесены друг относительно друга, поэтому стереоэффекта добиться не получается, но орет эта штука достаточно громко. Попозже мы его, конечно же, послушаем. Дальше, вот под этой ужасной китайской крышкой, на которую я уже не могу смотреть без слез, прячется батарейный отсек. Батарейка здесь применяется BP4L. На то время это одна из самых емких батарей от Nokia. Емкость данного аккумулятора 1500 мАч. К сожалению, прошло уже достаточно много времени, и поэтому аккумулятор потерял былую емкость. Устройство на одной зарядке живет около двух дней. Если убрать эту батарейку, здесь мы получим доступ в нижней части к слоту для сим-карточки. Больше под батарейным отсеком ничего нет. Также снизу находится шторка, которая очень интересно открывается. Чтобы ее открыть, мы сдвигаем ее в сторону, и она откидывается наверх. Под ней находится слот для карты памяти microSD. На официальном сайте указана поддержка карт до 4 ГБ. Я сюда вставлял 16-гиговую карту, и она, в принципе, заводилась без проблем. Снизу у нас находится разъем для mini-USB, 2-миллиметровая стандартная Nokia зарядка, 2,5-миллиметровый разъем для стереогарнитуры. Я использую обычные наушники с переходником. И маленькая дырочка для микрофона. Слева находятся две петли. Особого внимания заслуживает их конструкция. Инженеры впервые применили интересную технологию, которая позволяет шлейф убрать внутрь самих петель. То есть половина проводов от шлейфа спрятана здесь, другая половина здесь. Из-за этого половинки между собой, половинки устройства, кроме как петлями, ничем не соединены. То есть мы даже можем взять салфеточку, и, как видите, между двумя половинками ничего нет. Все спрятано внутрь. Это обеспечивает достаточно надежную работу шлейфа, потому что он больше не подвержен никаким механическим повреждениям. Так, теперь давайте подробнее рассмотрим внутреннюю часть. Дисплей. Что можно сказать по дисплею? Диагональ дисплея 4 дюйма ровно. Плотность пикселей около 229, соотношение сторон 21 к 9, то есть это ультра широкоформатный дисплей, и обычные фильмы идут с черными полосами не сверху и снизу, а по бокам. Вот. Что касается разрешения. На сайте Mobile.info гуляют слухи, что аппаратным ограничением платформы Symbian является разрешение экрана 640 на 360. Так вот, дорогие друзья, перед вами пока еще живое подтверждение обратного. Разрешение этого дисплея составляет 352 точки на 800 ровно. Далее, в верхней части находится окошко фронтальной камеры. Разрешение фронтальной камеры 0,1 мегапикселя. Ну, не сказал бы, что особо круто, но она есть. И она даже работает. Дальше, с левой находятся клавиши приема и отбой также. Справа находятся всего лишь две софт-клавиши. Куда же делись еще две? Как же они так пропали? В предыдущих версиях коммуникаторов были, а здесь нет. Все очень просто. В устройстве применяется несколько другая платформа. Не 80-я серия, разработку которой закрыли в 2006 году, а 60-я серия, под управлением которой работают самые обычные смартфоны от Nokia. Нижняя половинка, естественно, поинтереснее. Аппаратная клавиатура. Я просто обожаю аппаратные клавиатуры на смартфонах. И здесь клавиатура заслуживает похвалы. Она также практически полноразмерная. Шесть рядов. Верхний ряд, как всегда, клавиши быстрого запуска. Здесь управляющие клавиши. Например, эта клавиша активирует подсветку клавиатуры. К сожалению, очень плохо видно, но в темноте действительно все клавиши равномерно высвечиваются и работают здорово. Дальше программируемая клавиша. Я на нее повесил диспетчер... Как это называется? Диспетчер подключения, если я не ошибаюсь. Да, утилита, которая отслеживает, сколько килобайт информации передано. Клавиша Tab, Shift, Control, Char. Клавиши Shift и Char дублируются с другой стороны. Это позволяет переключать раскладку одним пальцем. Вот так вот. Далее, что касается самой клавиатуры. Влезли сюда практически все русские буквы. Только твердому знаку не нашлось места, поэтому он совмещен с буквой Х. И ее тоже совмещена с буквой Э. А так все русские буквы влезли сюда вполне здорово. Что касается комбинации клавиш, которые можно ввести, используя кнопку Chart. Ну, во-первых, это регулировка подсветки. Тут пять уровней. Оставим, наверное, вот так. Дальше можно с помощью нее отключить микрофон, вызвать справку. Увеличить или уменьшить громкость, вызвать меню выбора профиля, включить Bluetooth или ECO-порт. Вот. Также на клавиатуре расположен четырехпозиционный джойстик с клавишей выбора. Мне на самом деле он не очень нравится, потому что ход клавиш меньше. И к нему тоже нужно было привыкнуть, чтобы нормально его можно было использовать. У самих клавиш ход тоже небольшой. Видимо, авторы E90, инженеры, разрабатывавшие это устройство, попытались как можно сильнее уменьшить толщину коммуникатора, поэтому ход сделали очень-очень маленьким. Но, тем не менее, набирать текст можно удобно и на достаточно неплохой скорости. Давайте откроем Pocket Word, и я вам попытаюсь продемонстрировать скорость набора текста на этой аппаратной клавиатуре. Так, открываем текстовый документ и попробуем что-нибудь набрать. Какое-нибудь выражение от балды. Даже не знаю. Ну, например, что... Ага, еще бы кто-то переключил язык, было бы совсем здорово. На самом деле скорость набора текста практически приближается, если не опережает скорость набора с помощью swipe. А в некоторых местах набирать текст на аппаратной клавиатуре удается даже быстрее. По двум причинам. Во-первых, я набираю его одновременно двумя пальцами. А во-вторых, когда требуется набрать какие-нибудь специальные символы, например, открывающиеся или закрывающиеся скобки, то swipe в этом значительно проигрывает обычной аппаратной клавиатуре. Итак, клавиша зачетная, и инженеры в попытке уменьшить толщину все-таки визуально выделили кнопочки F и J из соседей, но сделали не пупырышки, а наоборот выемки внутри. Но, тем не менее, каким-то образом в слепую можно ориентироваться, и я даже некоторое время мог набирать текст в слепую. На этом предлагаю закончить обзор внешнего вида и поговорить о внутренностях. Железки. E90 работает на процессоре TOMAM2420. Этот процессор имеет архитектуру ARMv7, естественно, он 32-битный, и в данном случае работает на частоте 330 МГц. Довольно скромные характеристики даже для 2007 года, потому что, например, в 2004-м Intel выпустила свой знаменитый X-Scale, работавший на частотах вплоть до 624 МГц. То есть в данном случае чисто по циферкам E90 безнадежно отстал от своих конкурентов на базе Windows Mobile. ARMv2420 применялся и в других устройствах от Nokia. Nokia, насколько я помню, это были N95, N82, если я не ошибаюсь, N93i, а также оба интернет-планшета от Nokia N800 и N810 работали на таком же процессоре, только в последних двух случаях OMAP был разогнан до 400 МГц. Из-за такого скромного аппаратного обеспечения иногда на внутреннем экране приложения могут немножечко подтормаживать. Частично от этого спасает графический ускоритель, применяющийся в E90. Это довольно популярное решение того времени PowerVR MBX. Точно такой же графический ускоритель применялся во всех высших речественных устройствах от Nokia, а также в том самом Apple iPhone первого поколения, о котором я уже сегодня говорил. Графический ускоритель имел по тем временам достаточно крутые характеристики, которые насмешат, наверное, современных гиков. Целых 2 миллиона треугольников в секунду мог обрабатывать тот могучий чип. На самом деле, мне нравится, как ведет себя интерфейс. Без анимации выглядит вполне неплохо и ничего не подтормаживает. Что касается оперативной памяти, в устройстве применяется 128 МБ оперативки, в N95 для сравнения было всего лишь 64 МБ. В улучшенной версии N95 8 ГБ также появилось 128 метров. Самым большим аппаратным ограничением, по моему мнению, является скорость доступа к памяти, скорость работы с памятью. Это просто ужасно. Я не уверен в правильности тех цифр, которые я нашел в интернете, но субъективно я с ними согласен. 1 МБ в секунду скорость работы с картой памяти, либо со внутренней памятью. Если вы думаете, что это много, 1 МБ, простите, МБ, это же даже меньше МБ, это на самом деле очень немного. И когда мы запускаем какие-нибудь тяжелые приложения, например, тот же дубль ГИС, это занимает очень много времени. Я надеюсь, что когда наш обзор подойдет к концу, дубль ГИС загрузится, а пока что мы его попытаемся свернуть. Ага. Да, процессор он тоже отжирает немереный, поэтому, к сожалению, нам придется довольно долго ждать, пока смартфон вернется на главный экран. А возможно, я просто меню не нажал. А, да, слава богу, все дело было в ошибочном нажатии. Так вот, наверное, по железкам тоже закончим. Расскажу, наверное, еще о коммуникациях. GSM-модуль поддерживает весь спектр частот, которые только могут предоставляться от 900 МГц до 1900 в американской версии. Все в одном. Квот-бенд так называемый. Также поддерживается работа в сетях третьего поколения. Даже 3.5G вполне заводится, и это не может не радовать. То есть, ставив сюда МТСовскую симку, можно вполне комфортно сидеть в интернете. Дальше, для связи с внешним миром также используется Bluetooth версии 2.0, 2.1. Поддерживается, скажем так, профиль для работы со стереогранитурой беспроводной. Также здесь есть и КАПОРТ, и Wi-Fi, работающий в режимах A, B и G. То есть, позволяющий передавать данные на скорости до 54 Мбит в секунду. Так, что там с нашим дубльгисом? Вот, только-только дубльгис соизволил... Прошу прощения. Вы только что были свидетелями последствий, которые возникают, когда вы снимаете обзор на свой основной телефон. Вернемся к дубльгису. В общем, этот сударь только что соизволил загрузиться. Процесс загрузки занял около 30 секунд, что мне очень круто, когда срочно нужно узнать, например, на какой остановке же сейчас выходить. Я стараюсь не лезть в коммуникатор и перебегаю к помощи дубльгиса только в последнюю очередь. Особенно если учесть, что он отжирает оперативки. Примерно... Так, сейчас 29, мы его закрываем. 64. Эта вещь отжирает 42 Мб оперативной памяти. Не очень круто. Ну ладно, давайте по железкам закончим. Пробежимся по мультимедийным возможностям аппарата, которые, несмотря на то, что Е90 ориентирован на бизнес-аудиторию, все-таки присутствуют и реализованы весьма неплохо. Инженеры решили не ограничивать бизнесменов в развлечениях и реализовали здесь неплохую камеру, достаточно классный видеоплеер и довольно громкие динамики. В общем, обо всем об этом я сейчас и хочу рассказать. Начнем с камеры. Какие-то выводы я смогу сделать только после того, как опубликую снимки на Mobile M.Ho. Сейчас что-то говорить я считаю излишним, однако все же отмечу, что автофокус в камере не может не радовать. Сейчас я сделаю снимок Джарнаде в общем плане, скажем так. А теперь переведу камеру в режим макро. Кстати, все меню ко всем элементам управления можно получить доступ одним пальцем. И сфотографирую крупным планом клавиатуру. Сфокусировалась на клавиатуре. Ждите снимков на Mobile M.Ho. По камере что могу сказать? Сфотка довольно-таки неплохо. Конечно, хуже, чем 8-мегапиксельные модули, которые применяются в современных устройствах. Но меньше всего радует, конечно же, постобработка, которая довольно сильно ужимает фотографии. Поэтому, скажем так, не совсем приятно потом смотреть на результат, особенно когда хочешь получить довольно детализированный снимок. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, как устройство справляется с воспроизведением музыкальных файлов и сравнить громкость динамика я, естественно, хочу, опять же, с Джарнадой, потому что в одном из своих предыдущих обзоров конкретно этого устройства я уже пользовался плеером, который здесь встроен. Итак, я подобрал другую классическую композицию. Это максимальная громкость. Как его остановить? Давайте допустим что-нибудь другое. В общем-то, звучит неплохо, но давайте послушаем, как теперь это звучит здесь, на двух недостереодинамиках, на максимальной громкости. Почувствуйте разницу. Давайте еще раз. Джарнадо. Е90. Звук гораздо громче и чище. Мне очень нравится, как играет музыка из встроенных динамиков. Теперь давайте посмотрим на воспроизведение видео. Все ролики, перед тем, как их заливать на Е90, обязательно нужно сконвертировать, потому что, я думаю, все прекрасно понимают, что 330-мегагерцовой процесс потянет далеко не каждый ролик. Ну и, естественно, из-за того, что приходится прибегать к помощи конвертера, я не очень люблю смотреть фильмы на этом устройстве, потому что проще и быстрее их посмотреть на компьютере, чем ждать, пока они сконвертируются. Итак, первый пример. Видеоролик, сконвертированный в разрешение 640 на 352 точки и запущенный на весь экран. Максимальная громкость. Ничего не тормозит. Видео воспроизводится довольно плавно. Стоит сказать спасибо ускорителю. Перемотка также работает достаточно быстро. И, в принципе, видеоплеер достаточно хороший. А теперь давайте посмотрим, что будет, если сконвертировать видеоролик на все разрешение, потому что предыдущий ролик был обрезан слева и справа. Я имею в виду, были черные полосы слева и справа. Итак, этот ролик я немного растянул. Это выступление с живого концерта. Маленькая-маленькая-маленькая предыстория. Фанаты Nokia N8 должны узнать эту мелодию. Я тоже очень долго ее искал, но нашел, скажем так, после очень уж очень долгих поисков и совершенно случайно. Сделаю чуть потише, уже вечер. Как видите, полноэкранное видео ведет себя неплохо. Никаких лагов или тромозов нет. Звук от дорожки тоже не отстает. Многим битбокс подгубную гармошку ни о чем не скажет, но я думаю, все-таки, если хотя бы пару человек узнали, что это за мелодия этого, очень здорово. Ну что ж, вот так вот плавненько мы подошли к времени, когда пора сделать уже какие-либо выводы. Какие выводы можно сделать по устройству? Nokia E90-коммуникатор. Крайне функциональный девайс для своего времени. Он и сегодня может удовлетворить основные запросы любого пользователя смартфонов. И я ни разу не встречался, не сталкивался с какими-то критическими недостатками, с какими-то критическими ограничениями этого аппарата. Все, что я хотел от смартфона, E90 мог мне в той или иной форме предоставить. Хотя, конечно, я понимаю, что девайс сегодня морально устарел, и его клевая аппаратная клавиатура, хоть и классная вещица, но все-таки не более, чем один из методов ввода. Поэтому, если мне уж будет совсем не хватать возможности этого гаджета, я, скорее всего, куплю себе что-нибудь посовременнее, а Nokia E90 положу в свой музей и буду иногда поглядывать на него, вспоминая различные веселые истории, связанные с ним. Например, как я как-то раз, как мы с друзьями как-то раз выезжали из незнакомого места на велопрогулке, используя встроенный GPS-навигатор этого девайса. Ну ладно, вам большое спасибо за просмотр. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите их обязательно в комментариях, постараюсь всем ответить. Всем удачи!